Всем привет, с вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. Фраза Яндекс вам в помощь обычно используется в значении отстаньте, справляйтесь сами. Но сегодня мы рассмотрим эту фразу в первичном ее значении, то есть в ситуации, когда Яндекс действительно может нам помочь. Я уже рассказывал про Яндекс вебмастер и про то, что он существует, чтобы помочь вашему сайту выйти в топ-3 Яндекса. Ссылка на то, как его подключить и что это вообще такое есть в описании. Выйти в топ-3 Яндекса задача не простая, но дорогу осилит идущий. И первый шаг это устранить вопиющие огрехи сайта, которые здесь в сводке обозначены вот такими красными восклицательными знаками. Они не фатальны, но лучше, чтобы их не было. А учитывая, что сайт мой тестовый, я с ним ничего не делал, просто установил WordPress, выбрал тему и что-то заполнил, можно полагать, что у пользователей, которые поступили так же и не заглядывали в Яндекс вебмастер, существуют точно такие же проблемы. Как их устранить? Оказывается, это просто. Начнем с сайт-мэп. Я уже говорил в предыдущем скринкасте, что это некая карта сайта, по которой поисковому роботу проще путешествовать по вашему сайту. Она особенно актуальна, если сайт большой. Ее нужно вставить сюда. Где ее взять? Я воспользуюсь для этого плагином Yoast SEO. Во-первых, он у меня уже есть, и во-вторых, у меня есть скринкаст о том, что это и как его установить. Ссылка в описании, плагин очень полезный. И здесь есть закладка XML-карта. Собственно, по умолчанию здесь проставлено все необходимое и дополнительных настроек не нужно. Но если вам страсть как хочется что-нибудь понастраивать, то наверху есть ряд закладок. Например, можно включить личные страницы пользователей, если на сайте они есть, в карту. По умолчанию они выключены. Далее можно включить или исключить какие-то типы записи из карты или исключить отдельные записи по ID и настроить таксономии. Возвращаясь к общим, мы находим искомое нашу XML-карту. Точнее, наши XML-карты со всеми ссылками, скомпонованные в соответствии с настройками, которые мы задавали. Понятно, что нам не нужны отдельные XML-карты, а все, что здесь есть, а значит, мы берем вот этот URL и вставляем его в Яндекс.Вебмастер. Когда подойдет наша очередь, Яндекс его подхватит и эта ошибка будет устранена. Что еще нам нужно было исправить? Метод теги description. Ведутся споры о том, насколько серьезно они участвуют в ранжировании. Но если Яндекс выделяет это как проблему, значит участвуют. Здесь же можно посмотреть, какие именно страницы живут без description. Честно говоря, почти все. Идем решать эту проблему. Возвращаемся в админку и переходим, как ни странно, опять в Yoast SEO. Но только уже в заголовке и метаданные. Здесь также куча дополнительных настроек, не будем их касаться. Пришли мы сюда, чтобы прописать description. Вот этим и займемся. Во-первых, конечно, на главный. Вот главная страница. И вот виджет от Yoast SEO. Собственно, здесь мы и пропишем наш description. А заодно и title. Главное, это плохой заголовок. Солнце взойдет. Тоже плохой, но учитывая, что сайт ни о чем, вполне подходящий. И вот он наш description. Здесь он называется мета-описание. Тут он показывает, как это будет выглядеть в выдаче. Не факт, правда, что Яндекс подхватит такой сниппет, но шанс есть. Обновили страницу. Идем смотреть, появился ли description. Проще всего заглянуть в код. Да. Вот description. И вот title, который мы вбили. По аналогии можно добавить description на страницу блога. Здесь она называется новости. И пройтись по всем другим страницам. А на будущее запомнить, что при добавлении новой записи на сайт, нужно заглядывать в этот виджет. Если в статье есть текст, он его автоматом захватит description, но возможно его стоит подредактировать. Как, впрочем, и название. Название один и явно не очень подходило для статьи. Это лишь малая часть того, о чем нам может рассказать Яндекс.Вебмастер. Но кто знает, как к этому малому относится робот Яндекса. Он же машина бездушная, ему же не объясни, что карты нет, зато контент отличный. Все, любите друг друга, поднимайтесь в топ-3 Яндекса, легко и непринужденно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!